А вот как быстро подоспеет помощь во многом зависит от работы коммунальных служб. Огромные мусорные кучи, растущие в мурманских дворах, благодаря бездействию некоторых управляющих компаний, не только мешают движению, но и отравляют воздух. Сегодня депутаты горсовета проверили несколько дворов в Первомайском районе. В номинации «Самая запущенная мусорная площадка округа» победили улицы Шевченко и Баумана. Улица Шевченко, дом 7. Аккуратно против – серые сугробы в перемешку с мусором. С утра жильцы, почувствовав неприятный запах, вызвали аварийную службу. Но обнаружить канализационный люк под завалами отходов оказалось непросто. Пришлось ждать помощи экскаватора. Поломку в итоге устранили. А дворовый аромат, приправленный потревоженными помоями, остался. Мусор, видно, что мусор очень давно не вывозился и уже в контейнерах не помещался. Его сваливали рядом с контейнерами. И он уже промерз. Покрылась и корка льда, и снега. Это, видимо, накапливалось. Поэтому жильцы вот этих домов обратились к нам в совет, что такая ситуация, вы понимаете, где много мусора – это крысы, это грязь, это вонь. Во дворе общежития на улице Баумана до аварии, к счастью, пока не дошло. Но зрелище впечатляет. Управляющую компанию «Комфортжилсервис» к ответу призывают не первый раз. И как директор школы не могу не заметить, что рядом за этой горы мусора находится детская площадка. И вот обращаясь к руководству, к управляющей компании, к его совести, к его профессионализму, необходимо быстро убрать эти недостатки, чтобы город был действительно чистым, а жильцам создать комфортные условия жизни. Просьба просьбой, но штрафные санкции – инструмент более действенный. Особенно, когда применены они не к предприятию, а лично к руководителю. Не стоит забывать и о более радикальных мерах – отстранении от должности и привлечении к уголовной ответственности.